Музыка Информационный портал правометру сообщает о том, что 20 июля 2017 года За пописью заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого В адрес Росдрафнадзора было направлено письмо, посвященное отдельным вопросам аккредитации Дать комментарий к данному письму мы попросили эксперта нашего портала Дмитрия Гаганова, члена Спасской коллегии адвокатов из города Санкт-Петербурга Дмитрий, добрый день, приветствую вас Здравствуйте, Алексей Валентинович, здравствуйте, уважаемые слушатели Итак, Дмитрий, о чем письмо? Письмо затрагивает очень интересный вопрос В настоящий момент отсутствуют бланки свидетельств об аккредитации специалистов И, соответственно, при проведении контрольно-надзорных мероприятий Со стороны Росздравнадзора может возникнуть вопрос А почему это у вас допущены к осуществлению медицинской деятельности специалисты без свидетельств? Прошу обратить внимание, что данное письмо касается только тех, кто прошел первичную аккредитацию То есть это молодые специалисты, которые выпустились в 2017 году Так вот, данное письмо разъясняет Что могут осуществлять медицинскую деятельность Специалисты на должностях Стоматолог Врач-терапевт участковый Врач клинической лабораторной диагностики Врач функциональной диагностики Врач по общей гигиене Врач-эпидемиолог Провизор Провизор-технолог по специальности формации Специалисты, которые успешно прошли процедуру первичной аккредитации И имеющие выписку из протокола аккредитационной комиссии То есть, по-другому говоря Вместо свидетельств Бланки Которых на настоящий момент не изготовлены Специалист может предъявить выписку из протокола аккредитационной комиссии В связи с этим у меня вопрос Вам как юристу Несмотря на то, что письмо Адресовано от органа исполнительной власти в сфере здравоохранения Контрольно-надзорному органу Тем не менее, его будут изучать и руководители медицинских организаций Ваша рекомендация, на что особо обратить внимание? Обратить внимание следует на две вещи Во-первых, это правильность Правильность Содержание выписки из протокола аккредитационной комиссии Потому что, если к вам пришли специалисты контрольно-надзорного органа То они могут придираться ко всему Первое Вы отбились Показали им письмо О том, что Ну, значит, свидетельства пока не изготовлены Соответственно, специалист может осуществлять свою деятельность Быть допущенным к деятельности На основании выписки из протокола Второе Вы специалистам из контрольно-надзорного органа говорите Что содержание данной выписки Соответствует приложению номер два К методическим рекомендациям По проведению первичной аккредитации По федеральному, государственному, общеобразовательному стандарту По специальностям Утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации Ну, а далее конкретика Во-первых, эта выписка должна правильно называться Должны быть следующие формулировки Выписка из протокола заседания аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации Для проведения аккредитации специалистов Имеющих высшее медицинское образование В Свердловской, Оренбургской, Кировской области Обязательно указание на субъект Российской Федерации Поскольку аккредитационная комиссия Привязана к субъекту Российской Федерации Далее Должно быть указано, что аккредитационная комиссия Создана на основании приказа Минздрава Номер 329 от 16.06.2017 года Прошу обратить внимание, что приказ свежий В выписке должно быть указание на пункт 47 Положение об аккредитации Это приказ Минздрава номер 334 Н Должна присутствовать формулировка По итогам прохождения трех Подчеркиваю, трех этапов аккредитации специалистов Следующая формулировка На основании итогового протокола от такого-то числа Номер такой-то И, что касается самого специалиста Который прошел первичную аккредитацию Аккредитуемый Иванов Иван Иванович Признан прошедшим аккредитацию специалиста По специальности, например, лечебное дело Обратите внимание Указание на именование специальности Далее подписи Председатель, ответственный секретарь В рекомендациях отсутствует требование К постановке оттиска печати Есть в приложении номер два Которым я сказал выше Показаны только графы для постановки подписей Что касается трех стадий Это тестирование Оценка практических навыков Решение ситуационных задач Обратите внимание Уважаемая администрация медицинской организации Куда пришел молодой специалист Что по всем этим трем стадиям Вы можете проверить Информацию о прохождении этих стадий На специальном сайте Созданный Росминздравом Где есть отметки О прохождении этих этапов И о прохождении Вот этой первичной Первичной аккредитации специалиста Сайт МСА Росминздрав.ру Благодарю за внимание Я закончил Дмитрий Обстоятельный комментарий И мое маленькое дополнение Мы с вами знаем Мы с вами знаем Что несмотря на то Что письмо не является Нормативным правовым актом Но по сути В данной ситуации Господина Краевого В. Росграфнадзор Направлен Ну фактически Нормативный правовой акт Которым нужно руководствоваться На данном этапе Пока бланки не появятся До свидания Всего доброго И до встречи В качестве эксперта На нашем портале Ваши комментарии Обстоятельные Нужные Важные Всего доброго До свидания Всего доброго Алексей Валентинович До свидания Уважаемые слушатели Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»